Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова с вами я, Татьяна, на своем балконе в Нидерландах. Это мой канал о Нидерландах. Если вам интересен мой канал, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, а мы начинаем! Друзья, хорошие новости для нас, хорошие новости для Нидерландов и для всех, кто сейчас проживает на территории Нидерландов. В прошлый вторник прошла очередная пресс-конференция Марка Рюта. Это наш премьер-министр, который еще не утвержден как премьер-министр, так как наш парламент до сих пор не может собрать коалицию и выбрать партий, с которыми они будут вместе править Нидерландами. То есть там все это еще остается таким вот немножечко правительством на плаву, которое как бы работает, но оно еще не является утвержденным. Но тем не менее, то, что касается коронавируса, премьер-министр и нынешнее правительство Нидерландов, они до сих пор занимаются и принимают важные решения по этому поводу. Поэтому, что же у нас изменилось с прошлой пресс-конференции? Я знаю, что если многие здесь живут в Нидерландах, которые понимают нидерландский язык и, естественно, смотрят конференцию, либо голландские новости, то уже, наверное, знают о том, что происходит. Для тех, кто не знает нидерландский язык, еще в процессе обучения нидерландского языка и для тех, кому интересна ситуация, которая сейчас происходит у нас, для тем, какие новости сейчас у нас в Нидерландах, я вам сейчас все об этом и расскажу. Ребят, хорошие новости. Потихонечку с приходом весны, с приходом тепла некоторые коронамеры уходят. Какие же коронамеры были отменены в прошлый вторник? Итак, со среды на этой неделе, 28 числа, уйдет самая, самая, скажем, строгая коронамера за всю историю, наверное, Нидерландов, да, за всю историю этой прекрасной страны, такая мера, как комендантский час. Я знала, что по этому поводу было огромное количество протестов, были погромы, были побои, были демонстрации, то есть люди, в общем, знаете, чувствовали себя заключенными в своей же стране, потому что комендантский час был тому виной. Вы знаете, я, конечно, тоже не понимала, знаете, зачем им вводить комендантский час, вот, ну, вы знаете, вот все меры, которые принимать, постепенно к ним привыкаешь. Точно так же мы привыкли к комендантскому часу, я не знаю, как бы для кого-то было плюсом, для кого-то было минусом, но я, как бы, особой разницы не ощутила. Единственное, что, когда идешь в гости, да, вот, то нужно быстро-быстро спешить домой для того, чтобы успеть, да, в 10 часов уже быть дома. В остальном, как бы, мы особой тяжести такого комендантского часа не почувствовали. Но, друзья, комендантский час отменяется официально с 28 апреля 2021 года с 4 утра, с полпятого утра отменяется комендантский час. Итак, какие же меры еще были отменены? Что изменилось? Изменилось то, что террасы в ресторанах теперь могут быть открыты с 12 часов дня и до 6 вечера. Вы знаете, что, конечно, естественно, вам нужно будет резервировать себе столик, резервировать заранее место, вот, вы должны быть не более, чем с одним человеком за столиком. То есть вы, если идете там с подружкой, там, выпить, не знаю, чая, кофе или вина, то вы должны, как бы, придерживаться расстояния в полтора метра, вот, и вы можете только с одной подружкой посидеть за столиком. Если вы будете с другими подружками, либо с более большой компанией друзей, то вам всем нужно будет сидеть за отдельными столиками и, конечно же, соблюдать расстояние в полтора метра. Я скажу, что это, конечно, не бест, но это что-то. Потому что, вы знаете, да, Хорик, она, конечно, ужасно пострадала от всей этой короны. Некоторая Хорика не сильно пострадала, потому что у них, как бы, только и доставка была, а основная Хорика, конечно, пострадала. Когда это были там какие-то шикарные рестораны, дорогие рестораны, да, то эта Хорика, конечно, пострадала. но в конечном итоге они тоже там начали, в общем, свои меню продавать и доставлять. Вот, что терраса открывается, да, тем более было бы грех, как говорится, не открыть террасы, потому что, ну, такая погода, да, и, ну, помимо того, что откроется терраса, вы должны понимать, что цены, конечно, на все возрастут, цены на пиво возрастут, цены на кофе возрастут, даже на ту самую Кока-Колу, либо Фанту, я уверена, что цены на это возрастут. Ну, я не знаю, как же насчет блюд, насчет ланча, либо там ужина, вот, либо завтрака, если там завтраки еще будут, наверное, уже не будут завтраки, потому что с 12 часов можно только открывать террасы. Вот, конечно, вы учитываете тот момент и тот факт, что цены возрастут, и что уже чашка капучино, либо стакан пива уже не будут прежним. Ну что ж, поехали дальше. Что касается магазинов, которые прежде можно было только посетить, если вы записались на Авспрак, да, то есть назначили встречу, и время, теперь все эти магазины открываются. Открываются они даже с 6 часов утра и до 8 вечера. Естественно, что будет теперь определено максимальное количество человек в магазине. Вы знаете, потому что, естественно, сейчас все люди, которые привыкли ходить по магазинам, которые привыкли шопиться, да, просто порвутся толпой в магазине. Поэтому, естественно, государство, да, правительство Нидерландов все это учло и назначило максимальное количество человек. Точно так же и максимальное количество человек на террасе составляет 50 человек. Вот, что, поехали дальше. Насчет нощения масок. Скажи, что сейчас у нас в Нидерландах происходит очень такая ситуация, когда вот люди уже заходят в магазин и не одевают маску. Очень много статей я встречаю на Фейсбуке, где вот люди, вот голландцы, рассказывают свои примеры не ношения масок в магазине. Они говорят о том, что они заходят в магазин и они заходят без маски. Естественно, все смотрят на вас очень косо, все не понимают, почему-то вы здесь без маски. Естественно, задают вопросы такие, как там продавец, либо если стоит секьюрити на дверях, точно так же стоит вопрос. Но сейчас и чаще голландцы говорят о том, что они не обязаны носить маску, и они не хотят носить маску, потому что они хотят вернуться к нормальному социальному образу жизни. И вы знаете, бывают как-то такие ситуации, некоторых выгоняют из магазина, а некоторым просто разрешают делать, продолжать делать покупки. Поэтому сейчас все больше и больше голландцев становится на сторону того, что они хотят жить в нормальной социум-среде, и ношение масок в этой нормальной среде, оно просто не положено. Я, естественно, ношу еще маску везде, во всех магазинах, потому что не хочется никаких конфликтов, мне не хочется ни с кем ругаться. Но сейчас правительство говорит о том, что ношение масок обязательно только там, где это обязательно. То есть представьте, если какой-то магазин, либо какое-то, я не знаю, предприятие, либо все что-то скажут, что ношение масок здесь не обязательно, вы можете просто приходить без маски, заходить вовнутрь. Поехали дальше. Естественно, границы в Нидерландах остаются еще закрытыми. Про Великобритательство говорит только, если у вас необходим какой-то рейс, либо работа, либо еще что-то, тогда летите, тогда едьте. То есть границы еще не открывают. В поездах, в общественных транспортах, естественно, ношение маски на сегодняшний день тоже обязательно. Работа из дому до сих пор приветствуется. То есть большинство людей и так работают уже из дому. И, в общем, продолжается такая вот стекучка у нас работы из дому. Что меняется еще? Меняется то, что теперь с 26 апреля дети, которые студенты, которые учатся в колледжах, которые учатся в университетах, которые получают МБО, либо АБО, либо какой-либо диплом, теперь смогут наконец-то ходить один раз в неделю в школу для физического обучения. Я думаю, что студенты очень соскучились за физическим контактом, соскучились за общением, потому что онлайн-обучение и онлайн-общение, это, конечно же, не то. Поэтому хорошие новости для студентов. Хорошие новости тоже для родителей, которые работают, и у которых дети обычно ходят в садики и позашкольное обучение. Теперь они тоже открыты, и дети, которые ходят в школу, могут свободно ходить в позашкольное обучение, ну и в садик. Вот, что изменилось еще? Теперь можно на улице заниматься спортом. Хотя скажу, что очень многие залы и спортзалы и так уже очень давно занимаются на улице спортом. Потому что моя дочка тоже ходит на тайбокс, вот, занимается тайским боксом. И у них уже достаточно долгое время дети занимаются спортом на улице. Ну, они не занимаются конкретно боксом, да, но они вот просто занимаются спортом, я не знаю, бегают, прыгают, в общем, там, все вот активные развлечения, они уже давно этим занимаются. Знаю, другая споршкола в нашем городе уже, когда школу закрыли, они уже с самого начала занимались обычным спортом на улице, то есть выносили все оборудование на улицу и занимались спортом. Но теперь правительство приняло официальное решение о том, что все залы, все спортивные школы могут официально заниматься спортом на улице. Вот у нас как раз здесь есть тоже зал, тоже спортивная школа, и теперь видно, что там, как там все оборудование лежит на полу, и вот я даже смогу наблюдать, как люди занимаются спортом на улице. Вот, заниматься спортом внутри еще пока запрещено, точно так же и рестораны пока не открываются, то есть террасы открыты, но именно посещение ресторанов еще запрещено, только на вынос. Вот, что еще? Все эвенементы, которые, конечно, будут происходить в Индерландах, они все еще закрыты, то есть никакой эвенемент теперь не будет проходить, этому еще нужно дать какое-то время. Например, что еще? Зоопарки, предпарки, музеи, театры, кинотеатры все еще остаются закрытыми, все еще остаются недоступными. Дети могут спокойно теперь посещать уроки плавания, это было еще с прошлой конференции, но теперь тоже дети до 12 лет могут посещать уроки плавания или защищать свой диплом плавания. Скажу, что да, и дома вы можете принимать у себя 2 человека в день до 28 апреля. До 28 апреля правительство советует принимать 1 человека в день. Ну, в гости, я имею в виду. Ну что ж, ребят, конечно, вы знаете, все эти меры, которые принимает правительство, кажутся смешными, да, но для нас это реально большой шаг. Для тех, кто сейчас живет в Нидерландах, да, для тех, кто сейчас, ну, тоже попал в корону передряг, скажем так, в корону проблемы, для нас это реально большой шаг. Когда открываются террасы, да, когда дети могут пойти наконец-то в садик, все это, конечно, но в Нидерландах говорят хорошего понемножку. Хотя правительство Нидерландов обещает, что 3 мая у нас будет новая пресс-конференция. Возможно, 11 мая будет разрешено открытие предпарков, может, музеев и даже зоопарков. Но это все, конечно, остается в планах. Хочу вам сказать, почему сейчас в такой момент, когда я слышу, что в других странах Европы, даже в Нидерландах количество зараженных возрастает, да, и все равно появляется очень много зараженных, которые попадают в больницу на интенсивное обеспечение. Почему сейчас вот Нидерланды взяли и приняли вот такое вот решение, что они хотят немножко отменить некоторые коронные меры. Это связано с тем, что социум, да, нидерландский социум, социальная среда, она потихоньку угасает. И, как говорит правительство, что принятие таких мер, отменение некоторых других коронных мер является просто жизненно необходимым для нидерландского социума. Не знаю, если честно, так оно или не так. Действительно ли сейчас правительство заботится о нас, именно что мы так сейчас важны для нашего правительства. Я, честно, не знаю. Но я хочу в это очень сильно верить. Сегодняшний день в Нидерландах уже провакцинирование более 5 миллионов людей. То есть вакцины, вы знаете, сейчас у нас очень такие разногласия идут о вакцинах, о вакцине Янсен, о вакцине Астрозенека. Сейчас в большинстве европейских стран Астрозенека запрещена. То есть в Нидерландах тоже, потому что очень много побочных аффектов. Вакцина Янсен тоже теперь ее не делают, ее тоже уже отменили. И вакцина, которая сейчас дается людям, которая дается голландцам, является Pfizer. Говорят, что это самая лучшая вакцина на сегодняшний день. Не знаю, так ли это или нет, но очень много сейчас голландцев вакцинируется. Уже 5 миллионов человек уже вакцинировалось у нас в Нидерландах. И у нас уже, я смотрю, все больше и больше открывается локации вакцинирования. Даже у нас, вот недалеко от нас, есть открытая локация вакцинирования. Вот, скоро нам придет тоже письмо о том, чтобы мы приходили делать вакцину. Поэтому правительство тоже объясняет, что тем больше человек вакцинируется сейчас в Нидерландах, тем меньше шанса разиться. Поэтому можно послабить какие-то коронавирусы. Хотя сейчас очень сильно сложная ситуация в Индии. То есть в Индии сейчас люди умирают просто как мухи. Ужасная ситуация у них с коронавирусом. Нидерланды тоже сейчас предложили им свою помощь. И что сделали еще Нидерланды? Запретили перелеты с Индией и в Индию на сегодняшний день. Хотя, честно сказать, Нидерланды немножко подождали, чтобы это сделать. Потому что уже коронавирус в Индии уже как бы распространялся. И можно было это сделать немного раньше. Но, тем не менее, на сегодняшний день все полеты, все перелеты с Индией в Нидерланды запрещены. Ну и с Нидерландом в Индию тоже запрещены. Знаете, мне хочется сейчас очень много улыбаться. Потому что, во-первых, на улице весна. Во-первых, хорошая погода. Ну и кажется, что мы идем к какому-то лучшему результату. Мы стремимся к чему-то большему и лучшему. Поэтому потихоньку мы возвращаемся в наш социальный социум, в нашу социальную среду. Хотя я очень хочу, чтобы еще маски убрали. Потому что я себе, например, чувствую ужасно ходить в маске где-то в магазин. Я не считаю, что маска нас конкретно защищает от чего-то. На сегодня это было все. Если вам понравилось это видео, если вам была полезная информация, ставьте ваши пальчики вверх и подписывайтесь на канал. И пишите, рады ли вы этим короноизменением и меры, которые были отменены. Как вы считаете, это правильно, либо неправильно. И что по этому поводу думать, пишите в комментариях. На сегодня это было все. Я вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok